Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ariga Games. Возвращаемся к прохождению игрушки Cradle, что-то всё лагает. Видимо, игра тоже уже заждалась и немножечко начала потупать. Хорошо, наша задача отправиться в сад Герберг. Как вы помните, Ида попросила нас восстановить зрение путём поиска новых объективов и лук-скрина. Этим мы сейчас и займёмся. Я предлагаю время не терять, отправиться напрямую в сад. Очень классная музыка на заднем плане у нас разыгрывается. Давненько мы не играли в игру. Всё, как-то не было времени у меня вернуться и побегать в этой атмосферной игрушке, понять суть происходящего. Нужно исправляться, друзья. Исправляюсь. В прошлый раз у меня не получалось отправиться на вот этом летающем аппарате. Я думаю, что сейчас нам это удастся, да. Всё-таки очень красиво прорисован этот мир. Очень живой, яркий. Мне по душе та атмосфера, которую создал здесь разработчик. Кстати, немножечко покопавшись в истории создания данной игры, я нашёл интересную информацию относительно того, как создавалась девушка. В частности, с кого был взят образ. Если мы знаем многие 3D-модели, разработчики не рисуют с нуля, а просто берут человека, оцифровывают его внешность и уже после обработки делают 3D-модель. Также разработчики поступили и с Идой. То есть, есть реально существующая девушка. Зовут её Любовь. Живёт она в Украине, которая и послужила прообразом для Иды. Ты хотел знать про лукскрин. Когда проходишь трансфер, ты кладёшь ладонь на ладонь своего будущего тела и смотришь ему в глаза, как в зеркало. Вот этот взгляд очень важен. Без него трансфер не получается. Потом тебя погружают в такое необычное состояние. Начинаешь видеть себя со стороны. Затем по сигналу, отталкиваешь ладони, между вами появляется зеркало. Остаёшься один в новом теле. Только что Ида рассказала нам интересный момент о Вселенной, а именно то, как происходит перемещение сознания в копию. Если вы помните, было у нас ощущение того, что играем мы уже за копию, либо за робота. Мысли на это натолкнули определённые факты, найденные в юрте. К ним мы обязательно ещё в последующем вернёмся. Сейчас нас ждёт ещё одна мини-игра с кубиками. Всё та же старая добрая игрушка с кубиками, но уже с немного другими условиями. Давайте сейчас посмотрим, что в этот раз нам разработчик предлагает сделать. Помимо того, что прообразом Иды послужила реально существующая девушка, голос Иде дал совершенно другой человек, а именно актриса. Павильон Тропические острова. Чтобы получить лук-скрин, соберите 30 розовых кубов. Бросайте кубы в восходящий поток. Используйте бомбы, чтобы разрушить серые блоки. Чтобы взорвать бомбу, примените розовый куб к красному. Хорошо, задание мне понятно. Давайте искать фиолетовые кубики. Вот, огромное количество их. И время не будем тратить зря. Начнём собирать. Так вот, человек, который озвучил Иду, это уже другой актёр. Совершенно другой человек. Образ одного, голос другого. В симбиозе получилось очень неплохо. Приятная голосовая озвучка. Многие упрекают разработчиков в том, что голос у Иды получился каким-то безвольным, что ли. Или, как это грубо может прозвучать, амебным. Но я так не считаю. Мне импонирует голосовое озвучивание этого персонажа. Я думаю, что разработчик всё-таки очень много сил и души вложил в то, чтобы создать правдоподобную вселенную. Пусть и не такую огромную, как Сталкер. Как Fallout, но тем не менее, тоже заслуживает отдельного внимания. Не хочу я уничтожать вот этих вот бяг, бук. Потому как они пакостят. Будь моя воля, я бы их вообще не убивал. Потому что, видите, вот они делают такие серые стены. Которые мне мешают получать мои вожделенные фиолетовые кубики. Не то, чтобы они прямо настолько критично мне мешали, но определённое неудобство всё-таки создаёт. Ать, 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 господи, го... Ау, 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 ау. Вот это вот было, конечно, плохо. Это было зря. Продолжаем ни на что, невзирая, собирать кубики. Так, поток у нас сейчас прекратился. Ладно. Воспользуемся этим затишним для того, чтобы найти ещё кубов. Ну что, давай. Восстановился, да? Замечательно. Продолжаем собирать наши кубики. Не так много осталось кубов. Я надеюсь, что мне не придётся лезть наверх. Хотя есть определённый скепсис по этому поводу. Опять нам напакостила красная хреновинка. Ладно, не будем мы на неё заострять внимание. Потихонечку будем продолжать методическое дело. Медитативное, я бы сказал. А именно, собирание фиолетовых кубиков. Опа! Чуть не поймала она меня в ловушку. Ах ты, зараза. Практически окружила со всех сторон. Чувствует, чувствует, зараза. Чувствует приближение своей смертушки. И давайте запулим кубики. Вот, зараза. Не уверен я, что мои кубики сейчас появятся там, где нужно. Поэтому давайте, наверное... Оу-оу-оу! Прекращай мне! Давайте начнём, наверное, подъём и восхождение ввысь. Для того, чтобы оттуда уже нам заряжать кубики Мешает мне, мешает Немножечко накладно получается В плане того, что очень долго я прохожу вот этот уровень Меня это начинает напрягать Давайте я попробую взорвать вот эту серую херовину Для того, чтобы открыть доступ для забрасывания кубиков Так, хорошо Сделали мы определенные взносы кубические Теперь нам нужно продолжить восхождение наверх Ах ты зараза, опять мне пакостит Ты посмотри Так, здесь я уже не залезу Хорошо, давайте с другой стороны попробуем Три кубика мне осталось, между прочим Собрать Давайте залезем опять же здесь По нашей уже подготовленной цепочке Из кубиков И предлагаю, наверное, подняться вот здесь Хотя нет Давайте вот здесь вот с краешку Еще один фиолетовый кубик Мною был найден И еще один Хорошо Давайте его Оп Замечательно Получилось нам его закинуть И второй И остался последний Последний кубик С помощью которого мы завершим этот уровень Опять пакостит этот Маленькая гадость Последний кубик я вижу Это говорит о том, что мы прошли уровень Сейчас главное никуда не упасть Все Я выполнил свое задание Вы выиграли Отлично Я очень рад и доволен Сейчас мы получим долгожданный лук-скрин Я надеюсь, что он поможет нашей Иде Как-то прояснить ситуацию происходящего Возможно, она расскажет нам что-то новое Интересное об окружающем мире И о главном герое Потому что главный герой у нас, к сожалению, не отображается в зеркалах То есть посмотреть, как я выгляжу, я не могу В одном лишь я уверен, что мы играем за копию главного героя Который когда-то жил в этой юрте Почему я так думаю? Ну, потому что в самом начале, если вы помните Главный герой очнулся возле, скажем так, копировального аппарата Который перенес его сознание в копию, которой я играю Так, смотрю, я поменялась у нас погода Стала пасмурно или туманно Пока еще не понимаю Но что-то определенно изменилось Я говорила тебе о зеркале Между тобой и твоим прежним телом Так вот, зеркало включают в тот момент, когда твое прошлое тело лишается права оригинала Его скрывают, чтобы ты не увидел своего лица в момент умершвления Потому что иногда там бывают непроизвольные мимические сокращения, похожие на улыбку И, конечно, это лучше их не видеть Очередная порция скримоты, преподнесенная Идой Я думаю, действительно не очень приятно видеть, когда твое сознание переносится из оригинала в копию И как его корюжит улыбка Такое себе, видимо, зрелище Приехал Табаха Сейчас мы заберем у него обещанные визоры Я смотрю, троллинг главного героя относительно шапки все-таки удался Потому что Табаха нацепил все-таки шапку Давайте с ним поговорим Тебе что, жить надоело? Зачем ты туда полез? Куда? Ой, да никуда Цветочки принес Вот, держи Ну вот, молодец Получай свои объективы Я обещал их привез И зачем они тебе не спрашивают Что сегодня в твоей башке, я не знаю и знать не хочу Слушай, Табаха, что ты знаешь об этом аттракционе? Вот не лазь туда и не будешь глупости вот эти Забор кому поставили? Закрыто? Значит, не лезь Оно тебе не надо Ты же наверняка что-нибудь помнишь Расскажи мне Здрасте Меня тогда и близко не было Ну, был себе аттракцион Ну, взорвался там кто-то, наверное Да мало ли кто где взорвался Я что, все должен помнить? Двадцать лет стоит себе громадина ядовитая И никому до нее дела не было Чего ты вдруг туда полез? Заинтересовался Слишком странный аттракцион Ну, странный, да А тебе-то что? Что ты хочешь узнать? Хочу знать, почему дети проходили здесь трансфер Проходили, значит, нужно было И вообще, ты нашел чему удивляться Обыкновенный зеркальный трансфер Табаха Детям ведь трансфер не делают Это обычным детям не делают А эти, может, и не совсем обычные Я их видел однажды возле аэропорта С воспитателями Помню тех детей Стоят все бледные какие-то и молчат И общаться с ними было запрещено Вот так Возле аэропорта? А откуда их привозили? Со всего мира привозили Со всех уголков И прямо сюда Что же такое особенное в этих местах? А бог его знает Раньше на этом месте станция какая-то была Полярная станция Исследовали что-то Полярная? Ну, кажется, так ее называли Да я сильно и не интересовался Табаха, у меня к тебе просьба Ээээ, дай-ка угадаю Тебе откопать всю историю сада Гербе Угадал? Почти Выясни, что там произошло в день взрыва Ох, Энебиш Дался тебе этот сад Ладно, выясни Спасибо, Табаха Так, мне ехать пора А то сейчас на ошибок нахватаюсь И безумным стану У меня с этим быстро, ты знаешь А мне безумная энергия И страсть к жизни Хотя на вид я спокойный Вид у тебя довольно странный Очки эти с носом Очки эксклюзивные Ты таких не достанешь А мне достали в полцены Я могу себе позволить А тебе остается только мечтать о такой роскоши Не забудь, пожалуйста, о моей просьбе Каждый раз, когда я вижу, как Табаха закатывает глазами Мне это доставляет определенное удовольствие Классный, конечно, придуманный троллейбус Такой симбиоз технологий предыдущего века И технологий нового Разработчики, конечно, большие молодцы Ладно, что нам удалось выяснить из информации, полученной от Табахи О том, что на месте этого сада была какая-то полярная станция Я так подозреваю, какая-то научная лаборатория Или что-то в этом роде И сюда привозили детей со всего мира Что с ними делали, остается загадкой Но я думаю, что отгадка на этот вопрос ждет нас уже очень скоро И мы получим ответы на эти вопросы Так вот, что я хотел сказать по поводу Эннабиша Главного героя, за которого мы играем Играем мы однозначно за его копию Когда-то существующий реальный персонаж Произвел трансфер своего сознания в копию За которую мы сейчас и играем Возможно, что это не единичная копия Почему я к этому пришел в выводу? Ну, потому что, исходя из тех особенностей Что на героя не действует никакая радиация и прочая бяка Это уже говорит о многом Так, я смотрю, Орел к нам прилетел, да? Что-то я могу с ним сделать? Где ты? Улетел Ладно, так вот Есть еще один интересный факт Его могли вы пропустить или забыть Этот факт был обозначен еще в самом начале мною Когда мы читали записки А именно вот возле этого прибора Который производит трансфер сознания Есть такая интересная записка Где мы обращаемся к табахе И говорим, что Тело можешь выбросить в реку Я сюда не вернусь Эннабиш Вот так И, значит, здесь был описан рецепт Как кормить нашего Орелика Вот такая интересная информация Что-то пошло, по всей видимости В процессе копирования не так Потому что здесь были, как вы помните Определенные ошибки И у героя пропала часть воспоминаний Относительно того, что здесь происходило Ладно Продолжаем мучить нашу девушку Ты принес то, что я просила? Объясни мне кое-что Что? Так, чьи глаза мы уже смотрели? Это ее глаза Давайте, наверное, спросим Про пятилетних детей Ты говоришь, это были пятилетние дети Верно? Точного возраста я не помню Но выглядели они лет на пять-шесть А их новая тела Они тоже были такие маленькие? Нет Таких им тел вообще не выпускали Было всего две стандартных модели Для подростков и для взрослых Дети получали подростковые тела Уезжая из сада Гербера Они выглядели уже лет на пятнадцать Неуютный какой-то сад Хорошо, ну и последнее Ты принес то, что я просила? Давайте, наверное, еще один раз Ты к нему Объясни мне кое-что Что? Почему детям запрещен трансфер? Я не уверена Кажется, это связано с нервной системой С ее развитием Пока она не сформирована Трансфер делать опасно Понятно Ну, теперь мне все стало понятно Дальше Ты принес то, что я просила? Принес И лукскрин тоже И лукскрин, и объективы Давай подключим Отсоедини разбитый лукскрин Разъем за ним внутри Устанавливаешь объективы Затем мои глаза Затем твои глаза Вот в жизни было бы так же, да? Все просто Нажал кнопочку Так, выбрасываем поломанный лукскрин Отключать ее, так понимаю, не нужно Да? Хорошо Вставляем вот это дело О, господи Ты меня пугаешь, женщина А давайте оставим ее так, да? Смотрите О, мать, ты меня пугаешь Крипово Ну вот Теперь-то ты видишь себя, девушка? Я думаю, да Сейчас она будет в тихом шоке Сто процентов Ну и как тебе, мадам? Окружение Как тебе моя холупка? Подруга? Ладно, давайте поговорим Ну как? Да У девушки нет слов Она просто Молча Охреневает Как твое зрение? Все в порядке? Да Я просто Что? Ничего, все хорошо Зрение вернулось, спасибо Что случилось? Ты что-то вспомнила? Кстати, да Вспомнила Я поняла, почему меня нет в том списке Почему? Я не была штатным сотрудником Когда детей возили в сад Гербер Я приезжала вместе с ними А потом с этой же группой Уезжала обратно То есть Я не работала здесь постоянно Только сопровождала детей Табаха говорил что-то Про воспитателей с детьми Это были не воспитатели Дети сопровождали психологи Я детский психолог А зачем детям психолог в аттракционе? Энебиш Это вовсе не аттракцион Дети приезжали сюда не ради развлечения Они все были тяжело больны Здесь их лечили Сад Гербер Это больница Нежданчик Вот это нежданчик реально От чего их лечили? Какое-то расстройство психики Тяжелое расстройство от него умирали Но что это было Мне сложно сказать Не помню В их ходе трансфер был частью терапии? Да, не только трансфер Там был целый комплекс мер Замена тела Это заключительный этап терапии Но до трансфера Был еще поиск деталей И сценические представления Они тоже были частью Лечебной программы А кубики в павильонах Это что, тоже часть лечения? И кубики, и клумбы с цветами И даже высота, на которой находятся павильоны Это все детали одной терапии Ее обязательные элементы Сад Гербер построили специально для тех детей И он был единственным средством от их болезни Таким вот необычным средством Наверное, это была очень необычная болезнь Мне пока трудно представить, что это могло быть Но эти дети вызывали не только сочувствие Было что-то еще Какое-то сложное, смешанное чувство Табаха прав Необычные дети Да, и необычный парк развлечений А значит, всех приезжающих должны были регистрировать И меня в том числе Я попробую отыскать журнал с информацией о посетителях Или какой-нибудь... Что? Что это? Моя батарейка Она почти разряжена Это плохо Без тебя я в этой истории не разберусь Тогда, Айнабиш, тебе придется снова поиграться с кубиками Хорошо, Ида, поиграюсь Какой павильон? Секунду Так Руки, кисти Вот Топливные элементы Десятый павильон Объясни мне кое-что Что? Ты говорила что-то о праве оригинала Что это? Это право быть носителем личности Когда во время трансфера активируют новое М-тело Оно получает право оригинала Обретает личность В тот же момент прежнее тело лишается этого права И уничтожается Уничтожается? Зачем? Я не уверена Кажется, чтобы исключить возможность их общения А что произойдет, если они пообщаются? Не знаю точно Такое редко случается Кажется, там что-то необычное начинает происходить Они... Не знаю, сложно объяснить Мне кажется, все банально проще Видеть, как твоя личность была скопирована И как она начинает жить своей жизнью Вызывает определенные психические расстройства Что вполне возможно Могло спровоцировать взрыв того самого пассия Негативных эмоций и прочее, прочее, прочее То, от чего страдал весь мир Ясно Ну что, задание нам новое дали Нам необходимо поиграться с кубиками Пойдем это сделаем без промедления Десятый павильон Идем в сад Гербер Вернее, бежим Сейчас мы раздобудем батарейку для Иды И на этом нашу очередную серию Можно считать завершенной Опять же, крутяцкий трек начинает играть В стиле Ambient Если, друзья, у вас встанет вопрос О желании приобретения данной игрушки Настоятельно рекомендую вам не поскупиться И купить расширенную версию Которая включает в себя саундтреки Частенько их слушаю Очень приятная музыка Ну, в принципе, доказывать этого нет смысла Потому что вы сейчас сами слышите Музыкальное сопровождение Которое повсеместно сопровождает Нашего героя в его приключениях Талантливые разработчики Талантливая команда Продолжаем воспевать хвалебные песни Хорошо, десятый павильон Осталось понять только где он находится И мы с вами будем играть в очередную мини-игру Так, десятый павильон А вот он, собственно Теперь нам абсолютно стало понятно Для чего вообще эти кубики Это терапия Терапия для того, чтобы Вылечить наших несчастных и больных детишек Погнали Ага, лифт не работает Хорошо Каким образом вы нам предлагаете Тогда подняться наверх? Если так, никак Давайте думать Давайте думать Каким боком мы можем подняться наверх? В принципе, наверное Сверху-то я там никак не проберусь Есть еще вариант Посмотреть За вот этой вот стеночкой За перегородкой Здесь, к сожалению Болезнь возникла у детей не случайно До того, как заболеть Все они обладали какой-то необычной особенностью Каким-то выгодным качеством Считалось, что это качество Отдает им интеллектуальное преимущество Над взрослыми Вижу тебя, входи Ага Приехал лифт Почему все время скатываю Селки зеленые А куда входить-то, друзья мои? А, все-таки открыли вот там Ну окей Нижняя палата Поехали Новая мини-игра Новый набор кубиков Больше кубиков Ну что ж, продолжаем собирать кубики Только уже надо желтенькие нам собирать Исходя из описания этого левела Признаюсь, что прохожу я его уже в третий раз Предыдущие разы не вошли в запись Просто потому, что мне банально не хватило Желтых кубиков Желтых кубиков Причина тому Вот эта вот зараза, которая уничтожает Уничтожает нужные нам кубики Нужные нам цвета А между тем Мне это очень и очень мешает пройти Потому как кубиков нам катастрофически здесь не хватает Вот этот вот красный мудак Уничтожает А вот еще один полетел кубик Нда Поганка Поганка, друзья, в том, что Нужных мне кубиков здесь Очень и очень мало Как белых, так и желтых Белые кубики помогают размножить Нужного цвета кубики Желтые Мне надо пройти вот сюда И вот видите Только что мы скопировали нужные нам цвета Продолжаем копировать Пока вот этот вот злобный мудак Меня не испортил всю мою прекрасную картину Продолжаем фармить Нашел я классную Ферму Хорошо Пошло дело Пошло Пошло Только что чуть не испортил все мои планы Но ладно Идем дальше Движемся к нашей цели Собираем вот этот кубик И выстраиваем Выстраиваем себе лесенку наверх В очередную ферму Посмотри, как он стал отчаянно бороться и сопротивляться Красный этот хер Так, ладно Ты там уничтожил Но уничтожай Мне это не страшно В общем-то Пока что не страшно Забираемся мы наверх Потихонечку Аккуратненько Да Добрался я до вожделенной цели Забираем Крафтим Все Открафтился здесь Двигаемся к следующему Следующему кубику Оп Эх Сволочь И снова Красная хреновина Пытается нам Напакостить Но у него это не получается И еще разок Забираем Есть ощущение Что я могу пройти этот уровень Потому как предыдущие разы Весьма-весьма Меня выбесили Смотрите Как назло Он появляется все чаще и чаще Этот негодник Это было опасно Так В запасе у меня есть Между прочим Еще Парочка белых кубиков Эх Профукал Профукал я Свой желтый кубик Предлагаю сделать Сейчас Такую интересную Рокировочку Оп Это мы заберем А вот это мы Пожалуй Вставим Оп Зафармили Еще один кубик Чуть-чуть осталось Совсем чуть-чуть Ну же Пожалуйста Дай возможности Мне пройти Этот левел Слишком много Я потратил силы На него Стопэшечка Есть Есть Где желтый кубик Не вижу Воу Господи Как это было Прямо не вовремя Ну ладно Есть еще порох В пороховницах И ягоды В ягодицах Отбросила Мой кубик Негодяйское Создание Вот это вот Получай фашист Гранату Ать Ать Четыре Кубика Мне осталось Всего Четыре Три Посмотри Посмотри Прямо Без перерывов Уже Начинает Появляться Нет 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 Господи Ладно Используем Это с пользой Оп Твоюж Мазафака Хоп Опа Очередная Пакость От нашего Красного Господина Мне осталось Всего Три Кубика Заберу-ка я Вот этот Кубик Все Отлично Выиграли Фух Это было Жестко И вот Наконец Разжились Мы Новым Аккумулятором Для Иды Сейчас Я его Заберу И внедрю Нашей девушке В организм Скажем так Добавлено Добавлено Новое задание Топленный элемент Иды Почти Разряженный Требует Замену Установите Иди Новую Батарейку Да не вопрос Бежим Я выяснила Что за особенность Была у детей У них было Необычайно развито Зрительное Восприятие Зрительное И Эстетическое Для них Было принципиально Важно Какой формы Предметы Их окружают Или Какого цвета Что-то В их представлении Было красивым А что-то Категорически Некрасивым Причем Их мнения Всегда Точно Совпадали И вот Эта способность Обернулась Для детей Тяжелой проблемой Только Непонятно Какой Новая порция Информации Об окружающем Нас мире Смотрите Погода Опять поменялась Дело движется Я так понимаю К закату Ну Давайте Поможем Нашей Девушке Комфортно Существовать На этой планете Сейчас мы Заменим Ей топливный Элемент И на этом Наша серия Подойдет К своему Логическому Завершению Я надеюсь Что в ближайшие Дни Я допилю Все-таки Эту игру Потому что На повестке Дня у нас Еще много Не менее Интересных Игр Тоже Очень красивых Атмосферных Ты принес Батарейку Вот она Давай заменим Давай Только Выключи меня сначала Хорошо Сейчас Опять будет трясти Ну Придется потерпеть Да Выключай Через минуту Увидимся Да Неприятное Зрелище Неприятная Ситуация Извини меня Дорогушечка Где наш Топливный Элемент Вот это Это нам Больше Хреновина Не нужна И Заряжаем Новый Одеваем Бронелифчик Опять Колбасит Нашу Девчулю Ну а что Сделать Две атаки Две атаки За день Прямо рекорд Мои поздравления Ага Ну что Выяснила что Нибудь Да Узнала свой номер Номер Нет Номер я пока не нашла Я узнала От чего Лечили детей Ты помнишь Я говорила Что для них Была важна Форма предметов Помню Так вот Их болезнь Называлась Морфофобия Это боязнь Формы Или точнее Отвращение К форме К форме чего К форме тела Они не переносили Вида человеческого тела Вот чем они болели Что значит Не переносили Вот это поворот Их начинало рвать При виде любого человека При виде учителей Врачей Прохожих Собственных родителей Даже при виде Своего отражения В зеркале Вы можете представить Вакханалию Которая происходила С этими детишками Когда их собирали Скажем так В стадо В группы И водили По вот этим аттракционам Там просто Был бесконечный поток Болевотни И рвотины Которые Да Ну ладно Не будем жестить В общем Ну это наверное Было интересно И забавно наблюдать Хотя конечно Ничего хорошего Если ребенок болеет Ничего хорошего В этом нет Это все была шутка И дурачество А чем им так не понравилась Форма тела Этого так и не выяснили Дети своих ощущений Описать не могли Во-первых Потому что были Совсем маленькими А во-вторых Они вообще Не могли общаться Ни с кем Любая попытка Общения Вызывала у них Мучение И психогенную рвоту Необычная болезнь Да Потому и лечение От нее было необычным Я теперь знаю Зачем нужны были Эти странные мероприятия Игры с кубиками Сбор деталей И прочее И для чего же на сцене Собирали М-тело Чтобы выработать у детей Положительную ассоциацию С видом тела Они самостоятельно Из кусочков Собирали персонажа сказки Положительного персонажа Благодаря их усилиям На сцене появлялась девушка Защитница красоты Эта девушка Защищала цветущий сад От злой ведьмы Ведьма символизировала уродство Видимо, да Красота побеждала уродство И дети радовались Своей причастностью К счастливой концовке Так из их психики Вытеснялось отторжение Формы тела У них формировали Новые установки Которые как бы Наполняли форму тела Содержанием красоты И добродетели Понятно А кубики? В чем их назначение? У кубиков Очень простая форма Игры в павильонах Притупляли у детей Обостренное восприятие Их психику упрощали Чтобы затем В нее можно было Посеять тривиальной категории Добро и зло Красота и уродство Из-за аномально развитого Восприятия у детей Мир форм предстал Перед ними В странном облике Недоступном для взрослых И не было другого способа Спасти им жизнь Кроме как Сделать их проще Я вот чего не понимаю Подожди Майер Эннебиш, меня зовут Ида Майер Аллилуйя Вспомнила? Нашла журнал Здесь мои данные Вот Ида Майер 26 лет Город Женева Мой личный номер И дата 15 августа 2058 года Кстати, а какой сейчас год? 76 Ого Я психолог из Женевы 18 лет прилежала В монгольской земле Коробочки из-под конфет И не в земле, а в песке Ну такое себе, да А сейчас я в вазе для цветов И пытаюсь из нее проверить свой номер Только Черт Что? Не работает Сетевой интерфейс не работает Не могу подключиться к сети Наверное, для сети ваза не предназначалась Эннебиш Здесь есть еще один сетевой терминал Под телевизором Он в рабочем состоянии Только Но бесточен Я смогу выйти в сеть Если ты подведешь электричество И включишь его Попробую Посмотрю, куда ведут провода Ну вот, собственно, на этом Давайте мы, наверное, и закончим Нашу очередную серию Игры Кредл Колыбель Давайте посмотрим задание Которое нам предстоит выполнить В следующей серии Помогите Иди подключиться к сети Подведите электропитание К спутниковому терминалу Под телевизором И включите его Сложите аккумуляторы в ящик Под навесом На этом, друзья, с вами я Ненадолго прощаюсь Если понравилось С пальцем вверх Колокольчик Обязательно активируйте Подписывайтесь Репостите Рассказывайте друзьям Мне остается пожелать вам Всего хорошего Не прощаюсь Увидимся Пока Редактор субтитров А.Семкин